Йо, здорово, ребят! Быстрое видео о том, как почистить звук Final Cut. На самом деле, я думал, что все уже об этом знают, потому что я в этом моменте вообще слоупок до последнего не обновлял Final Cut и не знал, что такая функция существует. Летом даже один паренек с Telegram-канала мне чистил звук, помогал, я ему отправлял исходник. Я был поражен, что у меня записано было интервью на судне, там шум корабля был, он мне полностью в исходнике этот шум корабля убрал, и голос остался чистым. Я офигел на самом деле тогда, как так? И вот спустя полгода я обновил Final Cut, и там появилась такая кнопочка в разделе звука Audio Exchancements, а конкретно Voice Isolations. Эта кнопка появилась в версии 10.6.2 Final Cut, но для того, чтобы она заработала, тебе нужно обновить не только Final Cut, но еще и обновить macOS не раньше, чтобы у тебя операционка была 12.3 Monterey. Я долго не хотел обновляться, в итоге Final Cut обновил, Monterey обновил, ничего страшного, сейчас у меня вообще стоит Ventura 13.0.1, самая последняя версия, ничего не сломалось, все работает, все плагины работают, все пресеты, все осталось. Итак, в Final Cut, на самом деле даже объяснять нечего, в Final Cut просто появилась новая кнопка, это Voice Isolation и еще какой-то автоматический анализ звука и его чистка. Это супер фича. На самом деле, такое ощущение, что эта история с изоляцией звука появилась одновременно во всех программах. Я знаю, что это реализовано очень круто в DaVinci, это можно сделать там тоже одним кликом, и по-моему, она даже там еще лучше реализована. Раньше, до того, как появилась эта галочка Voice Isolation, я чистил звук дополнительно в Adobe Audition. Как это работало? Я записывал отрезок звука, который нужно почистить, например, вот так. То есть фоновый шум, я его брал, копировал этот шум на всю аудиодорожку, и при помощи пресетов, встроенного в Audition, звук чистился, и все шумы убирались. Работало очень круто, не нужно было никаких ни плагинов, ни пресетов дополнительных, просто это нужно было делать через Audition. Сейчас finally добавили эту галочку, чему все несказанно рады, и я в том числе офигеваю. На самом деле, это тема большого видео на YouTube, но на YouTube я уже обламываю сделать видосы, просто потому что мне сейчас реально негде этим делать. Я сейчас скачусь с места на место, и что-то голова вообще занята другим. Короче, вот, еще возвращаемся также к петличкам Rode. Я специально сейчас одел петлю, вот она у меня, она сейчас у меня просто передатчик работает через петлю. И все владельцы Sony так или иначе столкнулись с тем, что когда они пишут на петли Rode, либо на петли Wi-Fi, они сталкиваются с вот таким шумом. Это противный писк, я когда впервые его слышал, думал, что у меня фонит что-то, либо лампочки фонят, либо какой-то Wi-Fi наводка какая-то, либо электричество, либо клетка фонит, либо что, либо шнур не заизолирован. Короче, куча была вариантов, я начал это изучать, и с этим столкнулись все владельцы Sony, которые выпущены за последние пару лет. Это начиная от Sony A7S, Sony FX, Sony A7 IV, и вот эти все новые Sony A7S III. Все петли Wi-Fi перед диапазоном 2,4, все абсолютно фонят. Было куча обращений, я читал форумы, что в Sony писали, Sony отнекивалась, и позже частично эту проблему признали. Что они порекомендовали сделать, короче, просто убирать на передатчике, занижать до минус 3 децибел и убирать в камере до минус 6 децибел, а на посте потом чуть подтягивать. Это, естественно, такой совет ни о чем, просто дали отписку, один хрен это не работает, писк все равно есть, его таким образом не убрать. Насколько я знаю, там углублялся в форумы, что это произошло в момент, когда мир испытал дефицит в каких-то чипах, да, вот сейчас было там в микрочипах. И что-то в Sony не сделали, что теперь влияет на корректную работу с Wi-Fi петлями. Это, конечно, очень хреново, и мне интересно, что сейчас будет происходить там дальше, да, когда будут Sony производиться. Да, они же не остановили свое производство, пофиксят они ее или как-то уберут. Что, например, в FX6 или в FX9, неужели там такая же проблема? Сомневаюсь, скорее всего, нет, потому что камеры другого сегмента. Короче, печаль в том, что все абсолютно передатчики, Wi-Fi, приемники, петли, Rode, Rode 2 там и все прочее на диапазоне 2,4 Wi-Fi, все абсолютно фонят. Это очень хреново. Хорошо, что в Final Cut можно почистить вот звук вот так. Через ручку у меня не фонит, но у некоторых я читал, что фонит тоже. Также выключил можно передатчик, приемник, как это правильно называется, убирать подальше от камеры, но это, соответственно, колхоз. Либо экранировать там каким-то образом шнур, что, соответственно, тоже там у тебя конструкцию утяжеляет, делает ее больше, громоздче. Выглядит-то не так круто, как если у тебя просто стоит передатчик. Короче, да, владельцы Sony столкнулись с такой проблемой. Либо отказываясь от Wi-Fi петель, либо чистя при помощи Voice Isolation каждый раз в Final Cut. Надеюсь, было полезно. На YouTube видосы когда-нибудь будут появляться. Собираюсь тут пока что в экспедицию. Все. Спасибо за ваши советы в Telegram, кстати говоря, тоже. Спасибо, что отстаетесь подписанными. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok